Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за последние сутки. Новый уренгоец 87-го года рождения сел за руль в нетрезвом виде и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В пресс-службе полиции рассказали, что злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД 6 января. Позже правоохранители также выяснили, что автолюбитель не в первый раз садится за руль пьяным. На северянина завели уголовное дело. 26-летняя жительница Муравленко предстанет перед судом за склонение земляков, в том числе и несовершеннолетних, к употреблению наркотиков. Следствие установило, что женщина заманила в свой притон как минимум шестерых северян для употребления наркотиков. Деятельность злоумышленницы была пресечена полицией в марте 2022 года. На Ямале осудили троих наркодилеров из Салихарда и Лабетнанги. Барыги пытались перевести крупную партию зелья из газовой столицы в окружную. Одного из преступников правоохранителя задержали в процессе доставки груза и он сдал подельников. По информации прокуратуры Янао, суд учел роли каждого члена организованной преступной группы и назначил мужчинам 6, 8 и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Четверо жителей Приуральского района выловили рыбу на общую сумму более 10 миллионов рублей. За браконьерство суд приговорил ямальцев к тюремному заключению сроком на два года. В следственном комитете рассказали, что незаконной рыбалкой мужчины занимались с июня по октябрь 2021 года и поймали почти 3000 голов чира, муксуна, сига и нельмы. В Надыме завершили расследование по уголовному делу по статьям применения насилия в отношении представителя власти и кражи, совершенные с банковского счета. Неоднократно судимый местный житель в октябре прошлого года при составлении на него административного протокола попытался убежать из здания МВД. Один из полицейских переградил ему путь и получил от злоумышленника удар в лицо. В ноябре этот же обвиняемый нашел на улице банковскую карту и воспользовался бесконтактной оплатой для покупки товаров на сумму около 3000 рублей. Уголовное дело передано в суд. В Новомарингое два местных жителя подарили мошеннику в общей сумме около 100 тысяч рублей. Правоохранители рассказали, что оба северянина нашли объявление об оказании интим услуг, сделали предоплату и остались с носом. Злоумышленника поймали. Им оказался ранее несудимый житель Тольятти, 94-го года рождения. За что задержаны сотрудники полиции? За мошенничество. Что именно, какие мошеннические действия совершили? Предоставляли интимные услуги. Деньги получил, услуги предоставили. В отношении каких жителей города какого? Нового Оренгурга. Вину признаетесь? Признаю и раскаюсь. Причинен ущерб возмещать собираетесь? Да, конечно. К этому часу у меня все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин